Все больше и больше прославляют Бобруйск учащиеся центры дополнительного образования. На днях ребята вернулись из Борисова с очередной победой. Обойдя 79 команд со всей республики, они заняли первое место в турнире по образовательной робототехнике. Всего в 10 категориях сражались порядка 300 команд. Бобручане стали лучшими в номинации исследования по линии стандарт. Это самый популярный эксперимент начинающих робототехников. На его основе потом создают беспилотные транспортные средства. Это просто леденек, нарисованная на бумаге. И робот определяет, куда ему ехать именно благодаря ей. Он способен отслеживать при помощи 8 датчиков, где именно находится по отношению к его центру линии. И благодаря этому он корректирует свое движение, чтобы сохранять центральное положение. Тимофей Гришков и Максим Корзун около полугода под чутким руководством наставника разрабатывали чудо-машину. В ноябре на первом этапе робот проходил дистанцию за 30 секунд. Казалось бы, неплохой результат, но бобруйским техникам этого было мало. На протяжении всего турнира ребята совершенствовали свое изобретение. И вот на четвертом этапе в Борисове робот показал результат, который принес победу – 7,66 секунды. Робот, который ездил на первых соревнованиях, это абсолютно другой робот, который проехал сейчас. Они отличаются довольно-таки сильно, хотя по форме, может, они будут похожи, но по внутреннему содержанию, которое там используется, электроника, они абсолютно, в принципе, уже разные. Сейчас ребята готовятся к следующему этапу турнира и еще больше модернизируют робота. Упорно и настойчиво двигаясь к лучшим скоростным результатам. Ведь, как известно, нет предела совершенству. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.